Согласно указу президента о национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 года определены 12 национальных проектов, направленных на прорыв научно-технологического и социально-экономического развития страны, увеличение численности населения, повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека. С 2020 года в крае начнется реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин. Доступность дошкольного образования для детей», в рамках которого около полутора тысяч женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, смогут пройти профессиональное переобучение или получить дополнительное образование. Для того, чтобы обсудить реализацию данного проекта, а также рассказать о новых возможностях, открывающимися перед женщинами в декрете, Славянский центр занятости провел стратегическую сессию, в работе которой приняли участие представители администрации, правсоюзов, работодатели, руководители образовательных организаций. Министерство труда и социального развития Краснодарского края является куратором реализации национального проекта «Демография», пяти федеральных проектов на территории Краснодарского края, а также отвечает за разработку и реализацию трех региональных проектов. Это содействие занятости женщин, доступность дошкольного образования для детей, финансовая поддержка семьи при рождении детей и их старшее поколение. Ну, это о том, что мы сейчас уже говорили. В рамках деятельности центра занятости необходимо отметить реализацию мероприятия по ДУМ региональным проектам. Это первое – старшее поколение и второе – содействие занятости женщин, доступность дошкольного образования для детей. На сегодняшний день в Славянском районе проживает более 700 женщин, находящихся в декретном отпуске по уходу за ребенком. Благодаря нацпроекту у них появится возможность за счёт государства пройти профессиональную подготовку или получить дополнительное образование, чтобы, выйдя из декрета, быть конкурентоспособными на рынке труда. Ведь ни для кого не секрет, что, находясь в декретном отпуске, женщина как бы выпадает из общественно-социальной жизни, а три года в современном быстроменяющемся мире – срок большой. Работодатели предъявляют более высокие требования к своим специалистам. Вот для того, чтобы женщины могли быть уверены, что и после декретного отпуска они смогут быстро найти себе работу и будут востребованы, и создан проект «Содействие занятости женщин». Помимо переобучения и профессиональной подготовки, в рамках проекта большое внимание будет уделяться доступности дошкольных учреждений. Ведь отдав ребёнка в садик, женщина может выйти на работу. В нашем районе на сегодняшний день вопрос с нехваткой мест в дошкольных учреждениях практически решён. Для того, чтобы окончательно его закрыть, планируется строительство двух детских садов. У нас ещё строительство детского сада на 140 мест в районе спортивного комплекса «Олимпийцы». Там планируется школа и детский сад. Забрать туда весь южный микрорайон, дружба народа, вот та часть, немножко разгрузить и 16-ю школу, ну и, собственно, те сады, которые у нас там есть. И строительство детского сада в районе юго-западного микрорайона, это район активной планировки, сейчас ведётся там, имеются уже коммуникации под канализацию, под водопровод. Вот в этом году будет строительство электро, линии электропередач, дороги, ну и, собственно говоря, многоквартирная застройка. И там детский садик тоже на 320 мест, у нас есть наши планы. Поэтому, в принципе, те задачи стратегические, которые ставит перед нами губернатор, ну и президент, они в планах имеются. В ходе сессии руководители образовательных учреждений, где, возможно, будет проходить переобучение женщин, работодатели, представители органов местного самоуправления обсудили проблемные вопросы, которые могут возникнуть в ходе реализации данного проекта, наметили пути их решения. По итогам заседания была распланирована совместная работа структур и ведомств, ответственных за реализацию нацпроекта. Теперь важно, чтобы сами женщины, ну и, конечно же, потенциальные работодатели подключились к данной работе. Анна Монастыренко, Игорь Иванчиков, программа «События». Спасибо.